Козероги, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на июль месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И первая карта для вас в начале месяца это четверка мечей. Четверка мечей показывает исцеление. Может быть исцеление от каких-то ситуаций, исцеление от каких-то, может, прошлых отношений или то, что вы должны восстановить себя, то, что касается, может, даже вашего здоровья. А то, что здесь вам требуется уже в начале июля брать какой-то, может, отдых, это однозначно. Давайте посмотрим следующая карта. Карта для вас на начало месяца. Карта императрица. Высшие силы дают вам новые возможности. Женщины, мои дорогие, у вас, может быть, была какая-то пауза. Пауза, может, вы в чем-то вкладывались, вы в чем-то, может, очень много усилий себе. И у вас как будто происходило, что ничего не менялось. Но в начале месяца то, что вы пожинали, то вы будете посеять. Мужчины, если это касается вас, что у вас были какие-то, может, отношения, но на сегодняшний день они на паузе, то я хочу сказать, что вам требуется, да, дать еще возможности, да, еще раз попробовать, да, пообщаться, поговорить и просто не дать вот такую вот долгую паузу, чтобы у вас были. А мужчины и женщины одинокие, которые вот у нас находятся, то для вас было бы хорошо в начале вот как-то себя восстанавливать. Может быть, для некоторых здесь, может быть, если сказать, как мастер, может быть, вот какая-то энергетическая чистка даже вам бы помогло. Давайте посмотрим следующую карту, да, для вас. Это тройка кубков. Тройка кубков – это, как сказала, куда-то поехать, отдохнуть, восстановить себе, дать себе новые возможности и порадовать, даже если вы одинокие люди, порадовать себя, потому что возможности вам дает высшие силы. Давайте посмотрим. Следующая карта на середине – это Туз Пентакли. Это ваша работа, это ваша финансовая стабильность, это ваше вложение, это ваше изобилие, это ваше здоровье. В середине месяца она у вас как будто восстанавливается, она как будто у вас, да, приобретает новые силы. Давайте посмотрим. Следующая карта – Туз Мечей. Постарайтесь не обрубить что-то с плеча. Вот на середине месяца, если у вас будет желание уйти от чего-то или прекращать с кем-то, то пока вот в середине месяца это не нужно сделать, да, здесь не нужно просто обрубить сразу и быстро с плеча. Давайте посмотрим. Следующая карта для вас – это Пятерка Мечей. А почему у вас будет желание? Потому что вы думаете, что какая-то ситуация повторится, какая-то проблема в вашей жизни, она повторится. Но это в прошлом. Вы должны понимать, что даже если были какие-то прошлые ситуации неприятные, вы должны поблагодарить за это, что вы научились этому, да, а не нужно стоять на страже в порядке, что опять вот ситуация, да, повторится. Это только ваши страхи. Но вот пока на середине месяца это нет. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас – Колесо Фортуны. Фортуна на вашей стороне. Вот Фортуна дает вам новые возможности, новые возможности для того, чтобы вы приобрели вот этот успех, удача, да. Но смотрите, для некоторых это может касаться тоже какая-то Фортуна, да, это может какая-то поездка. Вот по Колесо Фортуны для некоторых может эта поездка, но они переживают, да, вот вкладываться, может поехать куда-то. Смотрите, если у вас есть желание куда-то поехать отдохнуть, то это спокойно вы можете сделать. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас – это двойка мечей. Почему-то вы себя закрываете, почему-то вы себя защищаете. У вас настолько вот возможности есть. Смотрите, высшие силы, они вам дают возможность. Вот в июле месяца, после какой-то паузы в вашей жизни, они дают вам возможность себе поставить новые цели, поставить себе новые какие-то возможности, какие-то желания, восстановить себя даже как личность. Но почему-то вы себя в тупик ставите. Смотрите, высшие силы даст вот это возможность. Она может вот как до двери прийти, и если дверь закрыта, не откроет никто, то ничего не случится. Поэтому постараемся открывать себя, постараемся доверять себе, дать больше уверенность в себе и начать чего-то новое, а не закрываться. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, что вам высшие силы советуют вам. Это рыцарь кубков. На протяжении всего месяца июль вы должны, как рыба в воде, плыть по течению. Дается возможность куда-то поехать отдохнуть – езжайте. Дается возможность что-то новое заработать – даете возможность. Куда-то, знаете, что-то в чем-то вкладываете – нужно это сделать. Это ваш месяц. Самое главное – не бояться. Самое главное – не быть вот эти страхи внутри вас. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.